30 тысяч пациентов, 17 терапевтических участков. Городская больница номер 10 – социально значимый объект для поселка Южный и не только. За 60 лет эксплуатации один из корпусов износился почти полностью. Подвала не было, коммуникации проходили вдоль стен, а толщина наружной стены составляла всего 25 сантиметров. Температура зимой в помещении была не выше 12 градусов. Население прирастает, количество помещений у нас катастрофически не хватало, и здание находилось практически в аварийном состоянии. Поэтому пришлось вводить режим локального ЧАЭС и ремонт капитальный продолжался в течение одного года. От здания оставались одни перегородки, ремонт делали почти с нуля. Поменяли систему водоснабжения, отопление, электропроводку, утеплили стены, заменили крышу, оконные проемы и даже сделали перепланировку. Были подразрушены, произвели усиление фундамента, мы производили усиление стен данного здания. В процессе все вопросы решали, все коммуникации прокладывали по новой внутри здания. Планировка здания полностью изменилась, коридоры стали шире, кабинеты тоже стали шире. Нам удалось расширить этот кабинет, соответственно, здесь спокойно встанет кушетка, встанет два рабочих стола. На время ремонта нагрузка идет на другую часть поликлиники, добавляют врачи, но прием пациентов там не прекращается. Открытие новой части здания, наконец, позволит равномерно распределить нагрузку. Да и вопрос с кадрами, который здесь всегда стоял остро, тоже, говорят, решили. Появляется буквально на днях у врач-эндокринолог, который закончил ординатуру. Значит, 30 левика у нас приступают к работам, плюс еще два врача-терапевта устроились. Помимо этого, соответственно, сегодня укомплектованность довольно-таки значительная. Напряжение с терапевтами будет не то. Пока работу завершают в основной части поликлиники. Будет продолжен ремонт приемного и рентгенологических отделений. После медучреждений появится новое оборудование – мамограф и компьютерный томограф. Обновленный корпус заработает к концу сентября. Отметим, что ремонт обошелся краевому бюджету в 48 миллионов рублей. Мария Мацева, Александр Антропов. День с толком.